Одной из ключевых площадок празднования Дня города станет сквер Липки. Именно там разместится фестиваль «Многолекий Владимир». По традиции диаспоры представят народные песни и танцы, костюмы и работы ремесленников, свадебные обряды и лучшие блюда национальной кухни. Сегодня в Ассамблее народа Владимирской области насчитывается 15 некоммерческих организаций, национальных некоммерческих организаций. Мы используем опыт всех, каждого лидера национальных общин. Мы выходим на, скажем, межрегиональный уровень, потом дает возможность выйти и расти и дальше. В принципе, есть возможность проявить себя. Национальные праздники проходят в областной столице регулярно. В мэрии рады, что после пандемии появилась возможность проводить их в живом, а не онлайн-формате. Но ура! Владимирцы встретили татаро-башкирский праздник Сабантуй, который состоялся в загородном парке. Понравился жителям и день плова в дружбе. Около 200 килограммов угощения в рамках гастрономического фестиваля приготовила узбекская диаспора. За активную работу в сфере межнациональных отношений Владимирская мэрия даже получила федеральную награду. Практика администрации города Владимира была признана лучшим победителем в номинации «Лучшие практики органов государственной власти». Я всякий раз говорю, что эта победа – это, прежде всего, заслуга наших уважаемых лидеров национально-культурных и этнических объединений, которые представлены в городе Владимире. После отмены ковидных ограничений во Владимир приезжает все больше мигрантов. Работу здесь ищут граждане из Узбекистана и Таджикистана. Кроме того, в областную столицу приехали переселенцы из Донецка и Луганской народных республик. Всем им оказывают помощь в трудоустройстве, переводе документов на русский язык, а также в получении гражданства. Чтобы избежать очередей регистрироваться, они теперь можно даже через портал Госуслуг. Мы участвовали в помощи регистрации беженцев с Украины. Действительно, были очереди, но иммиграционная служба активно нам помогала. Но в силу того, что, как сегодня было озвучено, очень маленькое количество специалистов этим занимается, это очень много времени уходит, и поэтому вышел в законодательстве новый такой проект, который сейчас пробуется. Несмотря на напряженную геополитическую обстановку в мире, мэрия города Владимира намерена поддерживать дружеские связи со всеми городами-побратимами. Сейчас делегация из немецкого Ирлангена даже рассматривает возможность визита в областную столицу. Ольга Ельфимова и Дмитрий Шатауф.